добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики в предыдущем ролике задал вопрос если интерес к разбору неисправности реле регуляторов на генераторах и моих подписчиков по интерес оказывается к этим проблемам есть поэтому давайте сегодня попытаемся разобраться какие могут быть неисправности вот у меня маленькая кучка регуляторов небольшая но прежде чем мы приступим к этому разбору хочу чтобы вы поздоровались с предыдущим нашим героем героем второго плана но также батарейка которая пришла ко мне полностью разряжена вот такие параметры за съемку сразу хочу извиниться камера висит у меня на руку поэтому я возможно будут какие-то неточные с неточности с ракурсом значит работу с этой батарейка я еще не закончил еще один до заряд я буду проводить но давайте посмотрим на динамику что у нас этой батареи получается не получается так 530 батарейка вот так вот 530 и видим 66 процентов по суху вылезла 433 ампер пускового тока сопротивление 637 нс еще у нас 1344 как видим батарейка вполне крутящая лето это батарейка я думаю она отходит батарейка двадцатого года но приходит она ко мне уже не в первый раз была по зиме с такими параметрами блин плохо вижу куда куда навожу наводится камера приходится косить глаза как бы не остаться в таком как бы они не остались таком положении так вот семь четыре процента в прошлый раз забирали но еще один до заряд я буду делать замер некорректный но нам важно было убедиться что эта батарейка не ушла в сторону вместе с той которую у нас замкнула во время будем так говорить лечение так что с этой батарейка у нас все в порядке произведу еще один до заряд и скорее всего сегодня буду звонить клиенту чтобы забирал так ну начнем разбор неисправности реле регуляторов для того чтобы нам искать эту неисправность нам понадобится какой-либо источник питания с регулировкой напряжение в данном случае у нас вот такой вот в мпл 57 всеми любимой ставим напряжение 13 и 4 вольта так сразу давайте замерим сколько у нас потребляет лампочка лампочка потребляет 0 3 ампера видно надеюсь да блять вот так опять сказать скосить глаза придется и прежде чем мы начнем перебирать эту кучку неисправных регуляторов давайте посмотрим как на самом деле должен работать регулятор вот на регуляторе у нас минус минус у нас как правило крепится корпусу генератора и вот возбуждение плюс на возбуждение минус минус на корпус лампочку подключаем к плюсу напряжение у нас 13 4 уже появилась сразу 0 1 ампер потребление именно потребление шоколадки так и включаем лампочку лампочка у нас горит возбуждение идет и давайте смотрим блять видно и не видно надеюсь видно да добавляем напряжение и смотрим момент отсечки ох а чё это такое а я то кручу блин об реле регулятор сработала лампочка не горит полно то на стреле исправно а теперь давайте посмотрим проследим за напряжением отсечки потихонечку убавляем появилась 0 3 ампер щека значит лампочка у нас загорелась и теперь потихонечку прибавляем об отсечка на 14 7 вольт отличное реле эти реле используются как правило на влагах генераторы подобного типа на всех вагах ауди там потом так на мерседесах по моему тоже бывают эти релюхи на некоторых генераторах на мерседесах немножко другие реле работает идеально 14 7 вольт отсечка это замечательно особенно великолепно для тех кто любит музыку у нас громкую послушать сабвуфер хуюфер эти кондиционеры все прочее когда очень много дополнительные нагрузки как раз вот это зарядка 14 7 вольт она будет корректировать и на аккумуляторе постоянно будет четырнадцать половиной вольт хотя четырнадцать половиной вольт я считаю это тоже многовато для аккумулятора в итоге и ну чаще надо заглядывать в баночки чтобы не позволять выкипеть вот это российская шоколадка это пенза по-моему так смотрим напряжение отсечки так 14 с половиной нету нету об появилась давайте будем смотреть более точно при скольки а в 14 с половиной вольт идеальная шоколадка просто идеальная на аккумуляторе вы будете видеть 14 3 это оптимальная зарядка для автомобиля так ну а теперь давайте будем разбирать вот эту кучу так вот берем первое попавшиеся что и будем разбираться что с ним не так почему она у меня оказалась здесь у меня и вот и круг и крест что же с ней не так с этим реле так подключаем массу и так давай давай уже 14 4 и куда бы мы ни крутили регулятор лампочка у нас не загорается то есть реле полностью вышло из строя и генератор зарядку естественно давать не будет сюда в стороночку так вот этот регулятор у нас без одной щетки почему-то но на нем тоже так же я поставил крест вот он стоит крест надеюсь видно есть когда если я буду выходить из кадра а вот смотрите друзья видим пол наклады пол наклады очка видим подключаем плюс так 14 2 и опять у нас с понижением напряжения пол наклады это вот как раз тот случай когда мужики приезжают мне говорят давля генератор работает а как-то определю клемму скидываю она молотит это вот как раз тот случай когда у вас будет не до заряд будет приходить 13 с копейками может 13 с небольшим по-разному бывает 12 7 13 3 13 2 вот это вот как раз этот тот случай когда у вас работает генератор а аккумулятор разряжается на вполне активному автомобиле понятно я надеюсь да вот и еще вот такой метод вот видите какая-то какой-то транзистор в этой игралки у нас на и сломался сгорел так вот это вот по моему жигулевская на него такие по моему регуляторы стоят напишите бывает вчера вискаря немного выпил как немного бутылочку и сегодня у меня что-то нового не хочет дружить с моим телом так смотрим охренелом нету нету и соответственно нет зарядки не загорается лампочка реле абсолютно выбито так ну следующий вариант так это чего у нас за это вот по моему газелевские с газели такие на газелях стоят я перми театр отвалилась 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 у нас байка так сейчас поставлю на паузу и возьмем другую лампочку так эту лампочку навоз пока не своевременно конечно отвалилась на что поделать так как работает нет блять мало току так 2 ампира добавим еще это не работает в лампочку что ли они отработает так видимо мало току было мало току на току так что-то искранного 15 вот так же не работает так же не рабочая реле об она заработала 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 так вот так вот его им еще добавим ток и смотрим опа за отсечкой он так это большая лампочка давайте друзья я сейчас наверное спаяю припаяю проводок и будем проверять твои лампочки а пока запись отключу продолжим так вы наверное обратили внимание что вот это 20-ти ваттная лампочка так все у нас гореть так что-то блин белорусский вискарь дает о себе знать конечно и так видим пол на карточка так 14 и 2 вольта сработка на 14 и 2 и видим полный корон это на этом на этом реле значит о чем это нам говорит это нам говорит о том что зарядка у нас в районе 13 8 13 9 на аккумуляторе приходит но вот это будет очень большая паразитка давайте посмотрим сколько у нас там 0,2 ампера вот где-то 0,2 амперечка у нас будет паразитка которая будет высаживать аккумулятор в момент простое блять момент какой момент это разве момент простое во время простое вот как видим вот такая вот неисправность ну-ка так 14 вот она даже 13 9 мало того что не до заряд еще и паразитка у нас такой реле тоже в навоз блин надо бы по идее все по выкидывать тут жаба куда от нее деваться иногда думаешь муж муж щетки пригодятся может куда они пригодятся 2 3 релюшки оставил ну давайте следующее разберем и этого было бы достаточно так опять видим пол накала пол накала 13 9 и вообще это реле у нас никакой сработки не дает а дает только паразитку вот еще и такая несправность зарядки у нас нету но есть паразитка предыдущая реле она как бы дает зарядочку но маленькую и при всем при этом у нас паразит . это просто будет паразитка так вот это вот с выроду с выработанными щетками абсолютными тоже по моему волгуская реле газели вская газель козель вот у них там не энерго машка помог какие-то другие так оба у нас это реле рабочие но опять у нас рабо . на 14 одном вольте 14 1 14 2 вольта реле в принципе рабочие но на аккумулятор будет приходить в районе 13 8 13 9 вольт если у вас кальциевая батарея постепенно с такой зарядочкой батарейка покроется сульфатом будет происходить рассвоение электролита постоянная и с такой зарядкой ездить нежелательно а зачем нам кузнец кузнец нам не нужен так выбираем так но это в принципе пусть является так это что у нас тоже стоит крест но давайте еще ее проверим и в принципе мы практически все варианты рассмотрения нет еще вот эту и нам это у нас с мазды 6 мазда 1900 вахматова года а нет пидж обманова 2003 года вот этого трилюха так и чем видим а мы нифига не видим так считаем у нас ни туда ни сюда реле полностью вышедшие из строя так тоже суда ну давайте заключение еще давайте вот такое реле посмотрим вот такое вот реле так так что у нас здесь тот же самый вариант те же самые пол наковер одна из болячек хотя напряжение 14 один недозаряд видим недозаряд сработка на 14 вольтах и при этом у нас идет накручиваем 17 вольт и при этом у нас будет очень сильная просадка аккумулятора 0 2 амперчик а имейте ввиду постоянно у вас будет выкачиваться из батареи 0 2 ампера в час а привет сейчас давай заглянем сейчас саня твоя батарейка готовы и готовы и 128 сейчас давай я запись поставлю на полу так продолжим так у нас не проверили не проверить что не помню уже белоруссия блин так зарядочка есть 13 3 смотрим за отсечкой а вот вот этот типичный случай классический перезаряда видим 15 9 у нас а зарядка привод и привод прет и привод а мы едем и кипятим батареечку в кабине со ним воняет друг на друга смотрим блять кто из нас уделался а это у нас уделывается аккумулятор так что друзья вот имейте это в виду так ну и еще такой вариант вот этого давайте с и по нам а марки так у нас так 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 дай бог память дай бог памяти в каком это году здесь ситуация вообще интересно здесь лампочка горит и перезаряд так а нет 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 так а это по моему у нас управляется плюсом и минус а да 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 ну вот такая вот еще неисправность на обоих на обеих и здесь плюс и здесь плюс то есть минус не приходит вот это вот я недавно пришлось поменять ну что друзья в принципе все я думаю все варианты мы практически все рассмотрели если что-то забыл или недосказал сильно не пинайте на этом ролик будем заканчивать завершать всем хочу пожелать удачи здоровья берегите свои батарейки всем пока я вынужден с вами вновь поздороваться немножко ступил когда сейчас начал просматривать ролик и немножко ступил когда мы видели паразитку по моему блять на какой но по моему на вот этой вот у нас их несколько было паразитку я сказал что паразитка будет 0 2 ампера ни хрена не 02 друзья паразитка будет намного больше потому как это у нас потребление лампочки было в полна кава а щетки то упираются у нас не лампочку а в якорь генератора как я уже говорил или не говорил блять и паразитка будет в районе одного амперчик возможно даже и больше значит что еще хочу сказать по поводу выхода частого из строя шоколадок вот мы купили поставили она тут же сгорела купили поставили она тут же сгорела не знаю говорю я об этом нет это будет говорить нам о том что у нас неисправен якорь генератор он проверяется в принципе можно его проверить он метром от двух до четырех это нормальный якорь якорь как бы но если внутри межвитковое будет у обмоток якоря то потребление даже при четырех амперах у вас шоколадки будут гореть как семочки то есть проверять в этом случае нужно именно возбуждение пускать через амперметр и если у вас потребление на возбуждение выше двух амперов в районе трех четырех а возможно и пяти ампер то это будет говорить о том что якорь не исправит но вот теперь друзья вот теперь пожалуй все это было пищи или ps как это дописка на или до пичка ну ладно к этому ролику ладненько берегите свои батарейки а теперь точно всем пока а ну а